В традиционной рубрике «Для вас, родители» пойдет сегодня речь о семейных ценностях и их роли в воспитании детей. Воспитание ребенка – очень многогранный процесс. Он объединяет в себе все сферы нашей жизни. Все, что окружает детей, так или иначе влияет на формирование личности ребенка. Детские сады, школы являются хорошими помощниками семьи, но самой большой силой и мощью воспитания обладает семья. Именно семья дает ощущение стабильности и защиты самого раннего детства, которое мы, взрослые, проносим через всю нашу сознательную жизнь и потом передаем уже нашим детям. И так из поколения в поколение. Каждый из нас, вспоминая свое детство, наряду с любимыми и родными людьми, домом вспоминает еще что-то особенное, что было в семье. Возможно, это запах пирогов по воскресеньям или сказка на ночь, а может быть поездка к морю. Все эти воспоминания прочно связаны с какой-то эмоциональной реакцией. Воспитание детей не следует рассчитывать на силу стихийного примера. Необходимо создавать, осознанно создавать такие обстоятельства и условия, когда ребенок сможет естественно перенять положительное в поведении и деятельности взрослых. И традиции семьи в этом большие помощники. Только нужно понимать, что семейные традиции – это не только праздники, шумными застольями или совместные украшения новогодней елки. Это образ и стиль жизни. И тут важно все. Когда и как встают, как завтракают, о чем говорят, как проводят выходные и праздники, как общаются, заботятся друг о друге, трудятся и отдыхают. Семейные традиции оказывают огромное влияние на детей. Хорошие традиции сплачивают и укрепляют семью, раскрывают способности детей, формируют множество положительных черт у ребенка, такие как общительность, ответственность, взаимопонимание, умение прощать и любить. И хорошие традиции создают позитивный образ будущего, позволяют ребенку увереннее вступить во взрослую жизнь. А вот традиция, когда родители помимо работы больше ни на что не находят времени и желания, негативно сказывается на детях любого возраста. В традициях отражаются особенности и ценности семьи. Например, традиция гостеприимства, которой придерживаются многие современные семьи, воплощается по-разному. Кто-то делает акцент на угощении, а для других главное – общение с гостем, необходимость в его лице найти эмоциональную поддержку или самому поддержать его советом и участием. Традиция празднования дня рождения. В одной семье реализуется в детском празднике с поздравлениями, пожеланиями, веселыми играми, танцами. И это радостное воспоминание запомнится не только виновнику торжества, но и будет приятно для всех присутствующих. А в других семьях день рождения – это повод для очередного взрослого застолья с обильными возлияниями, пьяными выяснениями отношений, где полностью забыт ребенок, забыт праздник и потребность в радости. От такого празднования, конечно, у ребенка кроме обиды и горечи на своих близких людей ничего не останется. Конечно, это скажется на дальнейших отношениях между родителями и детьми. Таким образом, родителям при воспитании детей очень важно обращать внимание на содержательную сторону семейной традиции, стараться усиливать влияние традиции, особенно в общенародных празднованиях, таких как Новый год, День рождения членов семьи, часто, к сожалению, основное внимание уделяется приобретению елки, подарков, угощений, приглашению гостей, уборке квартиры. Конечно, это важно, но значительно ценнее в воспитательном отношении эта организация деятельности детей и взрослых, чтобы во время празднования дети и взрослые проявляли больше активности и творчества. И празднование должно сводиться не только к поеданию чего-то вкусненького, а именно проделыванию чего-то особенного и веселого для каждого члена семьи. В семье могут присутствовать и самые разные повседневные традиции. Это встречи и проводы на работу, в школу, когда все присутствующие дома говорят себе добрые слова на путстве. Или заботливые отношения друг к другу, когда кто-то приходит домой позже всех, а его на столе ждет разогретый ужин. И трудовая слаженность, когда каждый участвует в домашних делах по мере своих сил и возможностей. И чтение книги маленькому ребенку на ночь, или семейное обсуждение прожитого дня. Традиция проведения семейных торжеств по поводу школьных успехов детей способствует созданию у учащихся положительного отношения к школе и обучению. Хорошее воспитательное влияние оказывают традиции, где у детей проявляются новые обязанности и впечатления. Это участие всей семьей в спортивных, творческих конкурсах, походах, путешествиях по родному краю. У детей появляется масса новых, недомашних занятий. Вот из таких мелочей и складываются традиции у каждой семьи. Свои, отличающие один дом от другого. Чем больше традиций, тем сплоченней семья. И эти традиции становятся незаметной, но очень глубокой школой семейного воспитания.